Вторая глава, девятый стих. Я вчера говорил, что не по порядку беру, решил посмотреть, какие места указаны в календаре тридцатилетней давности. Почему именно эти места, я так и не мог понять. Но решил на них дать рассмотрение. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, решит об Иисусе Христе. Если он есть Бог, то нужно утвердить, чтобы в народе было понятие, что он Бог. Это труднее всего, оказывается, дается. В первом послании к Коринфянам, 15.24.27 написано. А затем конец, когда он предаст старство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, и сам Сын покорится Отцом. Это ответственность уже назначена. И будет конец. Иногда задают вопрос, а вот если бы все люди покаялись, а вот если бы все люди примирились со Христом, то неужели бы ничего не изменилось в мировой истории? Что Бог придет в пламенеющем огне, сгорит земля, потечет века. Ну если даже сейчас было бы так, как говорим, но предыдущие уже нам не изменить. Будет так, как написано. Мирно, как первый раз пришел Господь, когда ангелы воспели мир на земле, этого не будет. Господь придет подвести под всем чертур общим. От первого Адама до последнего. И придет в пламенеющем огне. А дальше проверить вообще никак нельзя. Это откровение, данное апостолу Павлу. Что он предаст все, что у него есть, Отцу. Первое Петра 2.22. Который воссел, вошел на небо, пребывает одеснуем Бога, и Которому покорились ангелы, и власти, и силы. Слова власти и силы с большой буквы. Это какие-то особые, небесные творения, которых никто не изображает как ангелов. Мы не знаем, кто они такие. Но и тогда вся эта власть будет предана Господу Иисусу Христу. Сегодня Ему еще не все покорено. Благодаря тому, что Бог сотворил человека по образу Своему, Бог дает свободу. Это самое непонятное и, кажется, ненужное. Свободно отдал на Свою свободу. Не хочу делать, что я хочу, лишь бы только быть спасенным. А Бог наградил свободой. Что хочешь, можешь делать. Деяния апостолов. 2.32.33. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен в Десницу и Божию, принял от Отца обетование Святого Духа и взвил то, что вы ныне видите и слышите. Крепко утвердитесь в вере в Иисуса Христа. Он истинный Бог. Ему Отец Небесный благоволит. В Немо Мое благоволение. И Ему отдал все. И хотя и спорит, что Дух Святой не сходит только от Отца. И говорит, и от Отца обетование Святого Духа. Но Он говорит, я пошлю. Я всегда уклоняюсь от таких споров и разговоров. В основном это с католиками. Не знаю, Писание говорит так и так. И Сына Божия это нисколько не унижает, что Дух Святой исходит от Него. Деяние 5.31 Его возвысил Бог десницей Своей у Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяния и прощения грехов. Нам авторитет Христа утверждать почти не приходится. Люди вообще не верующие. А в Израиле необходимо было говорить, показывать. Вот у нас есть фильм такой, называется «Искупление». Если кто не видел, придите. Мы сегодня можем сделать просмотр. Как обращенный один раввин, еврей, чем-то он напоминает апостола Павла, возвращается в Иерусалим, а там война настоящая идет в духовном плане. Семья разваливается. Одни за Христа, другие против. И он начинает говорить, родные братья, один принимает, другой нет. И как надо доказывать величие Христа в исполнении пророчеств? Обыкновенный хлеб, лепешку ломает, подгорел он, говорит, это рано Христа. И все показывает конкретно на деле, как это исполнилось. Как уметь показать величие Иисуса Христа. Если вырвется за желание, вы сегодня увидите. Это просто удивительно. Специально фильм поставлен для евреев. Ничего там нет. Это не какой-то боевик. А именно на основании Писания. Цитирует один брат, другой цитирует, продолжает. Как маленьких детей учат. Я вам говорил, как учат мусульмане. А здесь показано, как евреи учат. Маленькие, совсем ребятишки. И они задают вопросы. Конечно, все это учат старшие. Но все направлено к тому, чтобы сохранить веру в Бога и Иегулу. Чтобы твердо-твердо стоять на позиции нет другого Бога. Что мы избранный народ. Мы христиане тоже избранные. И в детей это вмонтируйте буквально. Вы избранники, дети Божии. Вы царственное священство. Берегите себя. С нас спрос будет другой. Одно дело, если дали тебе старую одежду. И ты ее запачкал. Где-то лишнее бедно. Другое дело, праздничное. Подвенечное. И ты ее испачкал. На прачный пир пришел. Мы омыты ему кровью. Нам особая цена. И мы должны это помнить. Даниил 2.44 И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет перенено другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства. А само будет стоять вечно. Мы знаем, что евреи придут к мировому владышеству. Они уже практически все захватили. Евреи. Везде. Но царство иное будет. Перед которым все царства ничто. Это царство Иисуса Христа. Одно из мест говорит то, что и от горы высокой оторванным был камень, который ударил на стукана. Камень это, конечно, Христос, который отвертый строитель. А от горы оторванной от Богородицы. Тут пророчество сокрытое, но вполне может подходить. Камень от чего-то оторван. От горы. В послании к Колоссинам 1.18 читаем. И он, Иисус, есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Видимо, так это связано, что если сегодня успение Божия Матерь, а он от нее родился, ну и от величия царя познается величие Матери. Видимо, перенос такой делается. А дальше уже Царица Небесная, чуть ли не богиня называют. Никаких таких эпитетов в Библии нет. Богородицу никто царисой из пророков не называл. А мы называем, потому что святые отцы нам повелели, мы принимаем. Но это себя будем знать. Если какой-нибудь сектант скажет, а с чего вы взяли то, что царисой не называете небесным? Да ничего нам сказали. Доказать нельзя, этого нет. Упоминание. Слово богиня в отрицательном только смысле может быть сказано. Претензий на то, чего нет. А то сегодня пишет пцантырь Богородицы. Она так давно написана. Все, что говорится живые помощи о Боге, все это Божьей Матери. То есть меры преступлений нет конца. Человек, который хотя бы в одном месте перешагнул закон Божий, он не останавливается. Дальше его легко уже тащить. Ограда перейдена. Ну а за ограду вышел. Ну и все. Овечка вот она за оградой. Только надеется, что она не уйдет. Она уйдет рано или поздно. Потому что это скотина. Так и человек. Держи его в церковной ограде. В законе Божьем. Послание к Еферсианам 1.20.23 Которую он хранатайствовал. Воздействовал во Христе. Воскресив его из мертвых. И посадил Одесну из себя на небесах. Все места Писаний говорится о том, что Одеснует как равен. Хотя у людей Одеснует означает более приближенный. Но в божественном плане означает равен. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в 7 веке, но и в будущем. Слыша это об обыкновенном человеке, как понимали евреи, они люто ненавидели Павла. Обычно нанимают киллера один, подходит убить. Здесь сколько, я говорю, заклялись и пить, и не есть 40 человек. Такие клятвы смертельные. Как они его ненавидели? Сегодня евреи ненавидят Павла точно так же, как и тот первый день, когда он обратился. Апостола Павла ненавидит многие сектанты. За то, что во многих местах он говорит, без церкви нет спасения, вне церкви нет спасения. Он об этом везде говорит. Послание евреям 1.4 Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал Иисус. Иеговисты говорят, что он как ангел, или под видом Михаила пришел. Все это выдумки. Вторая из того, чего не видел. Иисус Христос, рожденный Девой Марией, это второе лицо Святой Троицы. Он равен Богу Отцу. Это недоказуемая в это вере. В этом наше православие. Если в это ты не веришь, ты уже и везешь. Все остальное убери иконы, убери алтары, ничего не изменится. Это внутренняя вера, данная Богом. Он посылает его на землю под знаком Бога. Он не почитал бы хищением равным Богу. Исайя 9.7 Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, и укрепить его судом и правдой отныне и до века. И везде говорится, что он вечен, до века бесконечен, и все, что есть, видимо и невидимо, все Христово. А как Христово? И мусульмане Христово? И мусульмане Христово. Кому-то Бог открывает. Кто бы ни был, где бы что ни было, все Христово, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Почему именем Христовым наша речь должна быть вся пропитана? Что бы ни делалось все во имя Христа? Ребенок пошел куда? Помни, ты христианка. Три поклона сделай. Плагословись. Во имя Иисуса Христа. Имя Христово да защитит тебя. И именем Господа Бога нашего Иисуса Христа мы защищены. Силу молитвы дает нам Христос. Плененные родственники наши, они не знают Бога. Сила крови Христовой, пролитой за нас, она разрывает, расплавляет те тенеты, цепи, которые сатана наложил. Иоанн 3.35. Отец любит сына, и все дал в руку его. Вся Библия об этом говорит. Иоанн 5.22.23. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его. Можешь верить в Аллаха, можешь верить в Будду, как угодно, но не чтишь сына, нет у тебя и Творца Вселенной, как бы ты его ни называл. Нет другого имени под небом данного человека. Чаще повторяйте имя Христово в благодарности. Господи, ты мне дал веру святую. Цените это. Хвалитесь именем Господним. Что бы у тебя ни было, с кем встретился, похвались. А я знаю Господа Иисуса Христа, я верю в Него, Он мне открылся. Это истинный Бог сходил на землю. И Он скоро придет. Всем видом придет скоро конец. Это так все быстро кончится. И как внезапно все разгладится. Все будет по-другому. Матфея 28, 18. И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Это последние Его слова. Поэтому соглашаться, что Иисус Христос просто Сын Божий, как Он говорит, или Сын человеческий, мы соглашаемся, мы добавляем, и одновременно Он и есть Бог, равный Отцу. Псалом 2, 6, 12. Служите Господу со страхом, и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы Вам не погибнуть в пути Вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Это пророчество. Конечно, Давыд понимал рождение от него, от его чресов, там, в каком-то поколении. Давыд тоже не знал. И пророки, говоря все это, они не знали. Почему Иоанн говорит, не могу развязать ремень обуви? Они не знали, что дальше будет. Пророчества были очень ограничены. Один Исайи видел только Его унижение, страдания, раны, язвы. Но что Он Бог, и Он это сказал, Бог открыл ему. Нигде больше об этом не повторяется. Как Петр, ты Христос, Сын Бога Всевышнего. А через какое-то мгновение уже отрекается, не знает. Это Бог открыл, язык пошевелился твой, звук издал, а дальше опять ничего нет. Этим надо жить и подновлять все время. Встал, первым делом перекрестись. Я христианин, благодарю Тебе, Господи. Господь мой и Бог мой. Ложись со спать, слава Тебе, Господи Боже мой. Ты, Христе, хранил меня этот день. Слава Тебе. И смертный час, чтобы рука смогла перекреститься и сказать. Благодарю Тебя, мой Господь. Христос, Ты хранил меня. Тебе все дано. И небо, прими меня в число искупленных чад твоих. Псалом 44,7. Престол Твой Божий вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Откровение 19,16. На одежде и на бедре его написано. Царь царей и Господь господствующих. Чтобы мы знали, что над всеми царями есть великий и вечный царь, наш Бог, Господь. Много победителей побеждает сейчас на христиан. И в последнее время будет царь на всей земле и антихрист. И дана ему великая власть. И будет вести войну против святых и победить их. Мы возвещаем об этом, что нас ждет христиан великое поражение, но только телесное. Но к этому добавим, после всех победителей победит Христос. Послание к Римлянам 14,9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Почему люди терпят столько несчастья? Такие катастрофы постигают. Все это от неверия. Когда человек принимает с благодарностью, что Бог дает это от Христа, у Бога от вечности это назначено. Он все высчитал мои силы, извесил. Это нам кажется всегда трудным. Будем помнить, что мы в руке Господней. Как еврейское выражение есть, завязаны в узел у Него. Он говорит, что вам не выпустить нельзя ничего. Из руки Моей никто не похитит. Господь, Бог, открывшийся нам, Он говорит, я дал тебе жизнь, дыхание, рождение, сохраняю тебя. Как будто какие-то где-то весы. И на одной стороне лежит наше умение, опыт, терпение, а на другое страдание, скорби, печали, недоразумение, гонение. И никогда скорби, печали не перетянут, что там есть. Там с нами Христос. С моей силой Господь, Он моя сила. С моим терпением, Он мое терпение, там Господь. Никакие болезни не перетянут. Человек лежит больной, рак накладывает на себя руки. Автаназия. Официально в некоторых государствах уже принято решение, чтобы врач, приезжавший к больному и поставивший диагноз, консильный врач, что болезнь неисцелимая, неисцелимая, по просьбе больного делает ему укол, а он умирает. То есть убийство в халатах, это официально уже разрешено. Ну а если по-человечески рассудить, души нет, ну а вот зачем мучиться, когда исцеление никогда не будет. Или больной человек. Больной, а ничего, голова уже не соображает, растительный образ жизни. Что делать? Ничего не делать. Ждать, когда свяща погаснет. Как у нас в Уставе, она догорела, погасла, еще дым прошел, и на этом все. Мы в руке Господа Бога нашего Иисуса Христа. Великая минус его сегодня через этот день, успение матери его, напоминает, что он есть Бог. Потому что оправдания имени Богородица в Писании нет. Но святые отцы так назначены, и мы православные будем говорить, чтобы подтвердить, что он есть Бог. Да доведет он нас до желаемой пристани, до царствия своего. Аминь.